Добрый вечер Добрый вечер, меня зовут Татьяна Новикова, я член Совета Общественного Объединения и КОДУМ и координатор Белорусской отъядерной компании. Добрый вечер, меня зовут Мара Гарсия. Я генеральный секретарь Европейской политической партии, которая называется Европейская партия Зеленая. И если будут возникать вопросы, потом я смогла бы рассказать вам побольше, что такое Европейская партия Зеленых, а о ее структуре немного поговорите. Здравствуйте, меня зовут Весна Юсуп. Здравствуйте, меня зовут Весна Юсуп. Я также из Европейской партии Зеленых. Я также из Европейской партии Зеленых. Я вхожу в состав секретариата, и основной моей задачей является координирование и сотрудничество с региональными партиями Зеленых в различных частях региона в Европе. Добрый день, меня зовут Анастасия Дорофеева, а я председатель Белорусской партии Зеленая. Добрый вечер, меня зовут Анна Елисеева, и я также, как и Весна, работаю в секретариате Европейской партии Зеленых, и среди прочего, ответственна за сеть местных депутатов. Я думаю, что без микрофона можно обойтись. Я могу говорить достаточно громко, и микрофон только мешает, мне кажется. Для начала я хочу задать вопрос, который, может быть, для наших европейских гостей будет звучать достаточно глупо или наивно. Зачем вообще нужна партия? Партия Зеленых? Что нужно для партии, для красной партии? Мы начинаем? Хорошо, это может звучать немного глупо, но это может звучать немного глупо. Это действительно ответ западного европейца, но я лично верю в то, что устоявшиеся и зрелые демократии, которые, включая все несовершенства, работают партии-based. Но в любом случае они работают на основе партии. То есть существуют партии, которые представляют различные способы восприятия мира граждан. И, конечно же, нужны представители, которые будут представлять и отставить точку зрения людей с, скажем так, зеленым мировоззрением. Это так, для начала. Может быть, чтобы подразумевать все неприятности парламентарной демократии. И опять же, я подчеркнула, принимаем внимание все несовершенства и черты, которые присущи парламентским государствам, основанные на управлении парламентом. Я думаю, что это сейчас лучший способ, чтобы организовать демократию. И все-таки на данный момент я верю в то, что это наилучший способ, каким образом мы могли бы обеспечить демократию. И я хочу теперь задать вопрос Анастасии Дорофеевой. Ну, в Европе-то все понятно. Там парламент, демократия, которая уже зрелая. Но в Белоруссии, зачем нужны зеленые? Зачем нужна партия, да еще и зеленые? Почему мы нужны партия и главная партия? Можете помочь? Я так громко не могу, но я так громко не могу. С одной стороны, в текущей политической ситуации, когда ни одна из белорусских партий, по факту, партией в нормальном понимании европейском не является. В общем-то, существование в том числе зеленой партии может казаться бесполезным. Но мы считаем, что такая организация нужна, ее нужно развивать по нескольким причинам. Во-первых, ситуация, которая, ну, текущая ситуация в стране, да, она специфическая. Но мы, наверное, надеемся, что она все-таки не навсегда, да, и когда-нибудь наступит момент, когда у нас будет другая система принятия решений. И в этот момент очень важно, чтобы у экологов, у активистов других низовых инициатив, которых обычно представляют зеленые в Европе, те, кто выражает свои интересы через зеленых на политическом уровне, чтобы у них была своя структура, через которую они могли бы представлять свои интересы. И сейчас у нас есть уникальная возможность ее развивать, не участвуя, ну, на самом деле, в реальном политическом процессе. Такая россказь вообще на самом деле, она очень мало каким странам, ну, в смысле, мало каким там активистам, экологам и так далее, наверное, достается. Ну, она может сейчас тренироваться на коже. Ну, то, что, ну, то, что политически, ну, настоящего политического процесса в стране нет, и на самом деле на уровень принятия решений настоящих политических мы выходить не можем, это факт, да, но при этом мы можем влиять в определенной степени все равно, объединив усилия, мы можем даже в текущей ситуации влиять на власть. Вот, но я думаю, что мы можем позже поговорить, я думаю, будет интересно поговорить с Татьяной. Я думаю, что мы тоже расскажем. Да, 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 я только хотела тебя поговорить с Татьяной. Спасибо. Значит, я все же представляю сектор НГО, который традиционно дистанцируется от партии, вообще от политического движения, потому что у НГО несколько другие задачи, работать с любой властью и требоваться от текущей власти того, чтобы, ну, она выполняла наши требования, да, но я считаю, что даже в текущей белорусской ситуации зеленая партия необходима по каким причинам. Мы должны работать с людьми, мы должны объяснять людям те цели, задачи и необходимости, то есть тот зеленый путь, по которому мы предлагаем пойти. И для того, чтобы это делать, нам необходима партия. Партия нам необходима не только для того, чтобы влиять на decision-maker, но и для того, чтобы продвигать наши ценности и делать это, в общем, на достаточно широком поле. Что я имею в виду? Лица, принимающие решения. Ну, решения политического характера имеется в виду, да? И когда мы говорим, что есть, допустим, БНФ, есть оппозиционные партии, и есть некие зеленые, то мы видим, я, например, вижу эту ситуацию неравновесной. Мы неравноправны. Потому как оппозиции, оппозиционные партии, они сегодня более зрелые, нежели, скажем так, партии зеленых. Они имеют свои структуры, они имеют способы влияния на независимые СМИ. Они умеют работать со своим, скажем так, адептом, со своим сторонником. И вот мне кажется, что это предстоит, и это необходимо сделать партии зеленые. Почему это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы расширить количество сторонников. Во-вторых, для того, чтобы иметь возможность влиять на какие-то внешние факторы, да? То есть на политику других стран по отношению к Беларуси, политику Евросоюза по отношению к Беларуси. Потому что, вот заметьте, когда в Беларуси сняли санкции, основной причиной снятия санкций было то, что Беларусь выпустила политзеков, причем не всех. И вот тогда у меня появился вопрос, простите, а это вообще все наши проблемы были? То есть вот как бы политзеков выпустили, и все? То есть вот теперь у нас настоящая демократия, теперь у нас свобода слова. Теперь мы можем как бы спокойно говорить о том, нужна ли нам АЭС. То есть теперь мы можем демократически принимать решение? Это так? Это не так. Почему же тогда единственный вопрос, который был в Европе и в Америке на повестке дня, это политзеки? А все очень просто, потому что есть политическое, оппозиционное, зрелое движение, и есть такое, скажем, зачаточное состояние партии «зеленые», которая сейчас стремительно растет и развивается, и белорусские «зеленые» старые НГО, которые дистанцируются от политики. – Есть какие-то политические партии, которые дистанцируются от политики. – Я думаю, что мы должны отметить, что, чтобы мы сюда, и большинство нас, Гринцы не просто экологисты. Что мы говорим о Гринцах это более высокая политическая платформа, которая включает генератору, это включает ЛГБТ, это включает животные, это включает очень широкий спектр этих вопросов, это включает очень широкий спектр о том, что смотрит на мир, от экономического и социального. И говоря о нашем приезде сюда, и в целом о партии зеленых, я должна сказать, что для нас это более широкое движение, более широкая политическая платформа, которая включает в себя не только вопросы экологии, но и гендерные проблемы, права животных, урбанистические проблемы, экологии, и многие другие вопросы. И с этой точки зрения мы являемся группой, мы являемся платформой, которая нас объединяет. в целом политическом системе, вся другая политическая семья имеет политическую партию. Таким образом, люди для либеральной экономии, они имеют либеральную партию. Социалисты, которые занимаются социальной агентой, они имеют свою политическую партию. Таким образом, все специальные агенты будут представлены в политических семьях. Если мы, как Гринцы, не имеем нашу, мы не можем дебать на равном уровне. И по сути сейчас, скажем так, политические семьи, которые выражают определенную точку зрения, например, либеральную или социалист, социалист, демократы, и какие-либо другие направления, все имеют представительство с помощью партии. И если у нас партии не будет, мы не сможем с ними конкурировать или вести диалог на одном уровне. И по сути существует два способа, как вы можете стать тем, кто принимает определенные решения. Вы можете влиять на этих людей, оказывая на них какое-то влияние, либо же вы можете стать таким человеком сами. И по сути, являясь человеком, который может принимать решения, это не значит, что вы будете занимать какое-то место у власти. это значит формировать тот мир, которым мы хотим. То есть, это значит формировать экологичный или зеленый мир. И я бы хотела прокомментировать кое-что из того, что сказала Ася. Для меня, важные вещи, которые она сказала, что она сказала. Эта ситуация не для жизни. в которой мы сейчас находимся не навсегда. И это важно верить. Я знаю, что это легче для меня, чтобы я домой, и вы останетесь здесь. Но ситуация в Беларуси не обязательно будет такой всегда. Но ситуация в Беларуси не обязательно будет такой всегда. И это то, о чем мы не можем перестать. Это то, что нам нужно держаться, какой идеей нам нужно держаться. Это будет нашей идеей, которая будет вводить какие-то изменения или помогать изменениям. Второе, что Ася сказала, что мы не делаем в реальной политике. И второй момент, который сказала Ася, мы не принимаем участие в реальной политике. Это правда, к сожалению. У нас нет ситуации, где можно быть политической опцией представленной в парламенте и принимать решения. Это правда. Мы находимся в ситуации, когда вы не можете представлять какое-то число людей в парламенте и принимать решения. Но это политика, что мы делаем сегодня. Что мы делали вчера. Но именно то, чем мы занимаемся сейчас и то, чем мы занимались вчера и представляет собой политику. То есть, по сути, занимаясь обсуждением каких-то определенных проблем, занимаясь обсуждением вопросов, которые мы сейчас будем обсуждать. это и является, в этом заключается, скажем так, занятие политикой. И третье и последнее. И третье и последнее. Ася сказала, что очень мало людей имеют доступ к этой информации. Это, наверное, одна из самых важных причин, почему мы нужны Европейская партия в Беларуси. Потому что мы должны получить больше людей в этой дискуссии. и это основная причина, по которой необходима партия зеленых Беларуси. Нам нужно большее количество людей, которые будут участвовать в этой дискуссии. More people to debate on a different way of doing things. Большее количество людей, которые будут обсуждать каким образом еще можно действовать. On contesting governmental decisions. Те люди, которые будут, скажем так, ставить под вопрос решения правительства. On debating on a different way. которые будут вести обсуждения на различных уровнях и относительно различных вопросов. So, answers to your question that you already gave. Can I add a quote to your question that you already gave? Can I add a quote to your question that you already gave? to your question that you can do what parties can do and what they can do in the end of the world and what they can do in the end of the world. That they can do To create a picture, let's say, let's say, let's put up a picture. To create a picture, what we want to see in Belarus через определенное время, допустим, через 30 лет или через 50, создать эту картинку для себя, понять, что мы хотим туда двигаться и начать думать, как туда двигаться. И, возможно, какие-то шаги возможно сделать уже в текущей ситуации, а какие-то нужно будет делать потом. во всяком случае будет это желаемая картинка зеленой Беларуси и будет, чем больше будет людей, которые будут ее разделять, то есть, тем реальнее будет к ней приблизиться. и, возможно, что мы хотим что мы хотим больше людей знать о том, тем более, возможно, это будет. Спасибо. Ну, я бы еще хотела как это, двинуть дискуссию немножко в эту, в сторону того, и, может быть, здесь Весна могла бы нам что-то рассказать, и я думаю, что у Татьяны и у Анастасии, в общем, наверное, у всех есть какое-то по этому поводу мнение. Для нас, в Беларуси, вообще, соотношение или взаимодействие НГО-партии, ну, практически не происходит. Мы или конкуренты, или просто живем каждый в своем, как бы, маленьком гетто, и каждый копает, там, свою траншею. мы или не видим друг друга, или даже, ну, скорее, как бы, ну, как бы, не любим друг друга. Я знаю, что у Весны был опыт быть НГО, и вот сейчас она в партии, и вот, как бы, ее видение того, какие должны быть или могут быть отношения между вот этими видами организации сообщества. Какие отношения должны быть между этими двумя организациями. Спасибо. 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 действительно, я из НГО-сектора. На самом деле, да, я изначально из сектора НГО. И сейчас я работаю в партии. И сейчас я работаю в партии. И, что я могу сказать, что только одна связь между этими двумя актерами. и я могу сказать, что существует всего лишь один тип отношений между такими двумя организациями. И это сотрудничество. И это сотрудничество. Потому что без такого рода взаимодействия продолжительного или устойчивого изменения быть не может. И особенно в условиях ограниченного количества ресурсов и ограниченного политической свободы. Вы не должны бороться с другими другими, особенно не употребляйте человеческие ресурсы. Это не о том, что деньги, это о том, что человеческие ресурсы. Но я должен сказать, что, что я сделал меня от НГО в политику, в политические партии, потому что НГО тоже делают политику, потому что НГО также занимается политикой. Потому что, что определяет НГО, это то, что они не политики. И если вы успеваете, то вы нужны политики. Вы нужны люди, которые будут политики, и которые будут принимать ответственность, то, что вы должны делать решения, подписывать эти решения, чтобы рулить бюджет, чтобы рулить. После того, как вы добились определенного успеха, политики необходимы. То есть те политики, те люди, которые будут подписывать документы, выделять бюджет, управлять какими-то теми или иными программами. И брать на себя ответственность. И если они начинают брать на себя вот такие обязательства, заниматься этими вещами, то они перестают быть неправительственными организациями. И, опять же, это не значит, что мы вступаем в какую-либо конкуренцию. Это просто означает, что мы выполняем различные роли и различные задачи. Спасибо. Я бы еще хотела попросить Таню и Асю как-то откомментировать это в белорусской ситуации. Есть ли у партии план взаимодействия с НГО? Строить какие-то отношения? Ну и, соответственно, у Тани, с НГО стороны, как у нас отношения к партии «Зеленых»? Говорить о том, что у партии есть просто какой-то план кооперироваться с НГО, наверное, сейчас не совсем корректно, потому что стратегия, которую мы где-то около полтора лет назад приняли, и которая, ну, в общем-то, мне кажется, сейчас работает, начинает работать. Это как раз обратиться к НГО, обратиться к низовым инициативам, которые, ну, близки нам идеологически, и предложить им формировать... То есть это речь не о техническом сотрудничестве, да? Мы сейчас будем формировать, обновлять программу, платформу будем обновлять, предложить им формировать политическую повестку самим, то есть... И этот процесс вот сейчас начался с экологами, я думаю, что следующими... То есть нам нужно дальше работать еще с такими группами, как гендерные движения, как ЛГБТ-движения, вот, и сотрудничество на уровне... Ну, одно сотрудничество на уровне организации совместных мероприятий, как, например, вчерашняя конференция. Вот. Это, конечно, необходимо, но очень важным является именно то, чтобы представители НГО не ждали чего-то, что может сделать партия для них или за них, а просто приходили со своей повесткой, и то, что они хотят, ну, реализовать жизнь, в общем-то, как минимум, оформляли в политической форме. Мне кажется, что Вася очень правильно сказала слово «повестка», потому что слово «повестка», оно ключевое в этой ситуации. Что такое повестка? Это, в первую очередь, проблема. Потому как, ну, то, как мы живем, то, как мы строимся, то, как мы ходим в школу, получаем дипломы и вообще устраиваем свою жизнь, это никому не интересно. Интересно то, как мы решаем проблемы. У всех у нас одни и те же проблемы, я имею в виду зеленых, я имею в виду экологов, и как мы их решаем? Ну, и гроссруты, разумеется, местных жителей тоже. Проблемы одни и те же. Ирина сейчас сказала о том, что традиционно в Беларуси НГО и партии зеленых каким-то образом дистанцировались, конкурировали, я с этим не согласна. В корне, как только я начала заниматься антиядерной деятельностью с белорусской партией зеленой, с европейской, с литовской, с немецкой партией зеленых, лично я сотрудничала очень много. Более того, я могу сказать, что у меня достаточно сильные и хорошие связи с литовскими зелеными. Более того, мы подняли вопрос строительства Висагинской АЭС на серьезном государственном уровне в Литве благодаря партии зеленых литвы. Потому что именно так мы можем войти в парламент, именно так мы можем представить вопрос именно тем самым decision-maker, то есть лицам, которые принимают решения. именно так мы можем убедить их начинать что-то делать и прорабатывать наши вопросы. Но я хотела бы коснуться, наверное, не только белорусского опыта и европейского, но еще и американского, потому как я сейчас активно вовлечена в американский такой гроссрут. Я там вижу тоже интересные проблемы и интересное взаимодействие между гроссрут, но гроссрут – это низовые инициативы, которые борются со своей местной бедой, экологической, как правило. Между НГО, это Greenpeace, это крупные организации, и между политическими, скажем так, у них есть свои гавернеры, правители которых они выбирают, политические партии и местные советы. У них есть места, где такое сотрудничество налажено настолько плотно, что американцы, например, выступают единым фронтом в каком-нибудь городке, где всего пять тысяч человек живет, и очень серьезно защищают свой маленький городок, своими этими пятью тысячами человек от многомиллионной, миллиардной, там, не знаю какой корпорации, но с миллиардными бюджетами, которая желает добывать уран. То есть добыча урана, она отравляет воду в первую очередь, загрязняет воду, и как бы вот это противостояние, оно успешно когда бывает? Когда происходит вот это вот взаимодействие и сотрудничество, когда они начинают друг друга признавать, друг с другом считаться, взаимодействовать и работать на разных уровнях, потому что в Америке уровень законодательный, он работает достаточно неплохо при условии, что вот это взаимодействие есть. Там, где взаимодействия нет, даже пусть в городе есть университет, даже пусть в городе есть очень серьезные лица, которые выражают антиядерную позицию, в этом городе, как, например, в том городе, где живу я, такого взаимодействия нет, там не происходит местных экологически взвешенных красивых и грамотных решений. Туда, например, в местные советы, в сети канцелы, приходят бизнесмены, которые начинают буквально резать город, потому что город туристический, ну давайте этот кусок продадим, давайте тот. Но когда люди объединяются вокруг проблем, они начинают очень успешно двигаться и решать такие задачи, на которые кажется вот как. Вот приходит китайская корпорация, у нее просто миллиарды. То есть она говорит, вот мы сейчас ваш город сотрем с лица земли, и построим здесь прекрасный, совершенно новый город, всем дадим работу, да, и как бы денег у нас достаточно для этого. Мы денег отстегнем там в мэрию, мы денег отстегнем туда-сюда, университету. То есть как с этим бороться? Оказывается, при условии взаимодействия вот этих разных по своей сути сегментов общества, да, у людей, даже пусть их пять тысяч человек, даже пусть их десять вообще. Получается очень серьезно и хорошо решать вот эти проблемы. И то же самое может быть и на уровне Беларуси, мне кажется. Потому что Беларусь, диктатура, да, но Беларусь, как я всегда говорю, это очень маленькая зависимая страна от внешних условий, от внешних денег, от внешних политических решений. Потому что Беларусь торгует между Востоком и Западом. И если мы сегодня будем объединяться вокруг повестки все вместе, да, то есть Гроссрут, НГО, политические партии, то нам так или иначе удастся выйти на уровень decision-maker, просто по-другому быть не может. И, собственно, свои проблемы лоббировать их успешно и решать. Спасибо, Татьяна. Я также из испанской политической партии. И основной способ нашей работы заключается в следующем. Одной ногой на улице, и другой ногой в учреждении, в институте. И что это значит для меня? Мы хотим быть представленными в институционном аппарате, то есть в парламенте, то есть в тех местах, где принимаются решения. Потому что мы знаем, что у нас есть наилучшее представление о том, как можно вести дела в городе, в стране, где бы то ни было еще. Но когда мы воплощаем в жизни вот этот политический курс, члены политической партии, им нельзя забывать, что демократия на самом деле на улице. Таким образом, мы работаем с гражданами, с НГО, с цивилизацией, с цивилизацией. И вместе строим адгенду. И вместе. Я понимаю политику только в том случае, если у вас есть призыв или какое-то призвание иметь власть. Что я имею в виду под этим? То есть, с одной стороны, власть, с другой стороны, принимать на себя ответственность за те или иные решения. Но не забывать о том, что демократия на самом деле находится на улице и в неправительственных организациях, которые вместе с вами формируют повестку. Моё личное представление и та разница, которую я вижу между НГО и политической партией, в том, что НГО фокусируется на определенной, какой-то ограниченной, четкой повестке. И они должны быть экспертами в этой области и оказывать давление на парламент именно в этом узком направлении. Но политические партии нужно искать компромисс. И им нужно искать компромисс. Им нужно ощущать давление, которое оказывает НГО. Но, конечно же, ваша задача – это принимать решения, и вы обычно не имеете в виду большинственную позицию. Ваше призвание или функция заключается в принятии решения, и обычно это происходит не по мажоритарному принципу. И, возможно, нужно будет принимать такие решения, которые не будут в полной мере соответствовать видению НГО. И здесь, в Беларуси, когда ситуация настолько специфична, эта объединенность и сотрудничество между ними – это единственный способ двигаться вперед. Но, конечно же, каждый верит, что их роли отличаются, и их призвание отличается. Мы все еще о том же вопросе говорим. Я был в Беларусе первое время в 2010 году, а потом в 2012 году, в 2015 году и в 2016 году. И каждый раз я приехала с другой политической агентой. Я была здесь, чтобы поговорить экологию, экономию, LGBT права, генда, и теперь мы здесь, чтобы поговорить о нуклеаре. И каждый раз, когда я приезжала, по несколько дней была разная. Я сюда приезжала обсуждать экономические проблемы, гендерные, экологические. В любом случае, это было много разных тем. Все, что объединяет все мои пять приездов, это то, что они происходили сюда, в Минск. Я приезжала, и это было связано с деятельностью партии зеленых. И, может быть, я ошибаюсь, и я не знаю ситуацию в Беларуси очень хорошо, но мне кажется, нет другой партии, которая готова отстаивать такое количество прав и заниматься таким количеством вопросов. Я знаю много НГО, которые работают и очень успешно работают в разных областях. И некоторые сети, которые покрывают определенное количество тем. Но сегодня, как политические партии, мне кажется, что Гринцы действительно пытаются представить правильную часть спектры, свободную часть спектры, социальные правила, экологические части спектры и политические уровни. Говоря об уровне политических партий, мне кажется, что партии зеленых на данный момент пытаются отстоять вот эти все вопросы и говорить об этих всех проблемах с точки зрения левого спектра и социального спектра. И, возможно, они не идеальны, и, возможно, они не идеальны, и, возможно, они не идеальны, и, надо сказать, что ни одна партия идеальной не бывает. Но я думаю, что это в значительной степени описывает то, зачем нам нужна партия зеленых в Беларуси. Я хотела бы тогда вот это описание Весны вернуть, перейти к тому, что зеленая партия – это довольно новая партия в политической сфере. То есть там социал-демократы были давно, либералы были давно, и эти концепции существовали уже более сотни лет и обсуждались. И зеленая идеология появилась довольно недавно и, в общем, достаточно стремительно прорвалась к власти в определенных странах. Я хотела бы попросить рассказать о том, все-таки, что же такое зеленая идеология. И я бы хотел бы вам рассказать, что «креаная идеология» означает. что от рождения через какое-то время, возможно, вам придет завершаться, чтобы не только вы говорили. Изначально партия Зеленая берет на свое начало или появилась как экологическое движение. Люди в различных странах начали бороться в связи с экологическими вопросами. Их воззрения и то, что они отстаивали, были укоренены в экологии. И очень сильно связаны были с свободой. И также с требованием индивидуальных прав или прав отдельного человека. Затем мы развились в политическую партию. И в течение какого-то времени мы были сфокусированы в значительной степени, отстаивая вопросы, связанные с экологией и свободой. Я думаю, что после того, чтобы быть успешным в некоторых правительствах, и быть responsable для принимать решения в коалиции с другими правительствами, я не знаю каких стран в мире, где Гринзи получили большинство. Я думаю, что мы должны двигаться впервые. Да, 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 да. И после того, чтобы этот определенный успех сделал так, что мы оказались в правительстве. Я думаю, что мы должны двигаться впервые. И также очень сильно обменивать социальную ценность, цену общественного блага. И таким образом мы развились, стали двигаться дальше, и мы стали работать над вопросами общественного блага в целом. И если мне вкратце нужно описать идеологию зеленых, для меня это в первую очередь связано с справедливостью, благосостоянием людей, но принимая во внимание те ограничения, которые, скажем так, изначально выставляет нам Мать-Земля. Я не вижу каких-то определенных черт, которые делают нас отличными от левых или социодемократов. Мы не только проживаем свободу и обеспечивание для наших граждан. Суть в том, что мы требуем благосостояния не просто для наших граждан. Но мы хотим такие программы развития, которые бы принимали во внимание тот факт, что существуют ограничения, предусмотренные Матерью-Землей. И в этом наше отличие. То есть земля определяет наше общество. Вода представляет собой ограниченный ресурс. Мы не можем думать о нашем развитии, не принимая этот факт во внимание. Кто не хочет добавить? Кто-то хочет добавить? У меня есть одно предложение, которое я хотела бы добавить. Мы всегда говорим о зеленых темах, зеленых темах, зеленых темах. И я всегда хочу сказать, что нет такого типа зеленого. Есть всего одно предложение, которое я хотела бы добавить. Мы всегда говорим о темах зеленых, темах зеленых, темах зеленых, но такой вещи в принципе не существует. Существует просто точка зрения зеленых на все виды тем. И что это значит? Это означает, что наши ценности задают нам определенное направление на экономику, на урбанизм, на генераторе, на все разные темы, которые мы уже говорили так много раз. То есть чтобы мы могли высказаться относительно экономики, относительно гендерных вопросов, социальных тем, то есть всех тех тем, о которых мы упоминали много раз. И я бы хотела немножко, скажем так, сделать название партии или то, как мы можем ее называть более относительное. Потому что название зеленые довольно, скажем так, тяжелое понятие для того, чтобы обозначать партию. В ЕГП мы имеем партии, которые называются «грино-левые партии из будущего». То есть в европейской партии зеленых у нас есть партия, которая называется «зеленая партия левых будущего». Очень разные концепты. Что нас уничтожили, это перспективное, что есть «зеленая партия». И мы используем это очень легко. Но «зеленая партия» для нас означает быть на спектроме свободы. И свободы не зависит от личного места, как «зеленая партия». Но сказать, что «зеленая партия» — это место солидарности между работниками, между женщинами, между природой и все, что вы можете представить. И могут быть совершенно разные точки зрения партии зеленых, как пример, который я привела. Но то, что нас объединяет — это такое отношение с точки зрения левого взгляда. То есть когда мы на все смотрим с точки зрения свободы. Но «свобода» — это не значит мое какое-то ограниченное личное пространство. Это может быть солидарность между рабочими, солидарность с женщинами, солидарность относительно вопросов экологии и так далее. Спасибо. Тут уже очень много сказано, да? Я хотела бы еще напомнить про глобальную хартию «зеленых», которая, в принципе, является идеологическим документом, который разделяет «зеленые партии мира». И, собственно, обратиться к базовой ценности «зеленых» — это социальная справедливость, о которой, собственно, уже говорили Мар и Весна. Справедливость в доступе к принятию решений, справедливость к распределению ресурсов. Это экологическая мудрость, которая подразумевает ответственность перед другими людьми за те действия, которые мы совершаем, в том числе перед будущими поколениями. То есть будущие поколения считаются как имеющие право на те ресурсы, которые сейчас есть. И что все решения должны приниматься с учетом влияния на окружающую среду, с учетом влияния на планету на глобальном уровне. Это не насилие, очень важный момент, не насилие в широком смысле слова. И это демократия участия, то есть, опять же, доступ к уровню принятия решений. Вот эти четыре основные базовые ценности, они существуют не просто по отдельности, а вот что делает «зеленую идеологию» такой цельной, что они очень тесно связаны между собой. Их нельзя разделить. Татьяна хотела что-то добавить, и потом я бы предложила ЗАО задавать какие-нибудь вопросы. Ну, я сделаю, пожалуй, небольшое добавление, потому что было действительно много сказано, чтобы просто, ну, как-то чуть-чуть обозначить, почему все-таки «зеленые идеологии» — это не только вопросы экологии, но вопросы социальной справедливости, вопросы экономические, вопросы… Мы, как НГО, занимались, ну, наверное, с самого начала возникновения эко-дома и зеленого активизма в Беларуси. Вот всеми этими проблемами и формированием такой «зеленой» экологической философии, пытаясь дать себе ответ на вопрос, что вообще такое «зеленая идеология». И, ну, с нашего, скажем так, с нашей точки зрения, с вот этого нашего состояния экологического НГО, мы пытались ответить на эти вопросы. Но на самом деле стоит учитывать очень многие исторические аспекты, да, то есть как это все исторически складывалось. Я сейчас смотрю на это все по-другому с точки зрения, опять же, Америки, да, где понятно, что экологическая справедливость, где экологические вопросы не могут вообще идти отдельно от темы справедливости вообще. Почему это происходит? Потому что исторически есть сегрегация. Эта сегрегация есть, например, в Беларуси, да, то есть это разделение между богатыми и бедными, color communities и как бы белыми, у которых есть привилегии, между большим капиталом и совершенно забитыми какими-то классами и прослойками. И вот когда эта сегрегация есть, где больше всего происходят экологические проблемы и куда они смещаются? Они смещаются в область бесправия, в те области, где у людей нет права голоса и где они не умеют бороться за свои права. То есть когда в Балтиморе начинают строить мусоросжигающий завод в густонаселенном квартале, то местное цветное население, оно собирается в кучу, конечно, и пытается каким-то образом понять, как эту проблему решать, но оно с большего беспомощное. Поэтому вот сейчас все эти проблемы, они идут рука об руку, да, то есть если не поднимать проблем социальной защиты людей, если не поднимать проблем какой-то социальной справедливости и прав человека, то большой бизнес, большой капитал, он будет уводить свои вредные производства, да, то есть смещать их туда, где люди наименее всего защищены, где они наименее всего организованы, где они более всего бесправны. То есть Белар. Я хочу сказать, знаете, после некоторых американских местностей, мы с меня уже не видятся такой экологически, скажем так, большой дырой, большие проблемы. Боли, когда они сыграли, это гай! Поэтому, безусловно, когда мы говорим, что НКО дистанцируется от политики, да, то есть все-таки следует понимать, что философия негосударственных организаций и философия политических партий зеленых, она примерно может быть даже одинаковой, и у них одинаковые взгляды на очень многие вопросы. Спасибо. Каким образом мы можем оказывать вам помощь или вы нам? То есть, по сути, это такой двунаправленный процесс. И я действительно имею это в виду. Потому что вы узнаете от нас столько же, сколько мы узнаем от вас. Это мы должны... Я имею в виду, я имею в виду, мы не можем это решить сейчас, но мы должны сидеть внизу и посмотреть, какой-то лучший способ, или что вы больше нужны. Я говорю с другими участниками, так как вы можете помочь нам на строительство, из-за этого кампании, или, вы знаете, как вы можете строить программу, или где вы можете поставить фокус. То есть, опять же, нам нужно сесть и подумать, в чем вы испытываете необходимость прежде всего, то есть, каким образом построить компанию, на что обратить особое внимание и так далее. то есть, нам нужно будет позже поработать еще с способом взаимодействия. Принимая во внимание вопрос Чернобыля как такового, I also believe that we can, because this is an issue for us, it's a topic for us. From a modest position, like the Greens have, we still want to claim for more transparency on the data of the consequences. We want to learn from a modest position, like the Greens have, we still want to claim for more transparency on the data of the consequences. We want to learn from you the changes that the different governments from the affected area are doing, and how the social rights of these people are being affected. I mean, how the rights of the people that live in the areas are being reassessed. And we support the message of there is a different way out, so renewables, efficiency. And with regard to the nuclear power plant that is being built, as far as I know, I think it's next month, or I don't know exactly the date, but Rebecca is coming back again with another member of the European Parliament from Lithuania, Rebecca Harms, yeah, Bronis Rope from here. Rebecca Harms, she is the leader of the European Parliament, she was yesterday on our conference, she was back in the end of this week in Lithuania, and they will, along with the Lithuania, talk about the ways the European Union can affect the construction of the European Union. So, from an institutional point of view, we're not going to stop saying we don't like this nuclear power plant. What we need to make sure is that you can benefit from that also, because we need to, these logistical things, yeah? We need to contact you to say, hey, this is what the Lithuanian media are publishing, can you benefit or can you come taking the chance? And so... And from the institutional point of view, we will continue to speak that we don't like the construction of this station, and from the point of view of this information in the information sources, you can interact with the Lithuania, for example, and talk about how they came and tell some of the things that we are doing here. Let's be smart also when you are campaigning, if we can support you by joining you here in an event, or... but we are open to that. It's very smart to put us in front of camera and then ask. You said, you said. You said. You said. You're already a very good politician. Thank you. Thank you. Asya, I wanted to... If there's... I'm looking at the room, there are more questions in the room. There are still questions. There are still questions. Yes. 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 You simply could... There is a question that you would like her to share. So it is... Once we listen to all the questions probably she can answer. Yes. This is my Staat. Thank you. Helping. So your такой, скажем, в начале политической деятельности сектора НГО, экологических именно вот. Мне было бы интересно ваше мнение, сразу просто такой вот драфт, спонтанный, о трех инструментах, которые мне видятся в данный момент для работы сектора НГО с обществом и с политической системой нашей страны. На самом низком уровне государственной системы находятся районные исполнительные комитеты, как исполнительная власть. Да, я забыл сказать, именно хотел бы, чтобы вы учили свой опыт, возможно, у вас есть даже наверняка работы в постсоветских странах, да, то есть тех стран, которые или в данный момент, или в недавнем прошлом находились под жестким влиянием Москвы, конкретно вот, ну или там, ну, конкретно России. Вот, чтобы вы с этого угла смотрели сразу на нашу сторону. Вот, значит, самый низший уровень – это исполнительный комитет. Я просто знаю по опыту своей работы, что если взять несколько сотен тысяч евро… Просто сделать все! Нет, просто и провести в таком районах в Беларуси 110. Стой! 110. Да, ну не считай Минской области. 118. Вот, и эти деньги вкладываются в развитие энергетической инфраструктуры, возобновляемой энергетики. Вот, несколько стадий туров для высших представителей, высших представительных властей районов. В Европу, в Швецию, в Данию. Стадия туров – это поездка образовательная на объекты из возобновляемой энергетики. И на протяжении двух лет очень сильно меняется позиция, отношение. Я думаю, вы понимаете. Это один инструмент. Второй инструмент – это, например, разработка с помощью human resources, денег и так далее, методик. Это методик большой стратегии энергетической для страны. С экономическими расчетами и обоснованиями. Перехода на возобновляемую энергетику. Плюс, возможно, даже с поиском инвестиций, но это связано с политической волей, принять эту стратегию или нет. Политической волей. Это второй инструмент. Я коротко заканчиваю. Третий инструмент – это взаимодействие международное, например, с зелеными Литвы, Украины. То есть даже вне ЕС, ну, как такого конструктора, и вне восточного партнерства, а конкретно между Прибалтикой, Белоруссией и Украиной. С выработкой общей позиции. Вот. И уже донесение потом этой позиции через инструменты, может быть, даже ЕС или каких-то других. Какой инструмент наиболее эффективный из этих трех, как вы думаете? Я сфокусируюсь на том, как я вижу взаимодействие между НГО и политическими партиями. И я выскажу с некоторыми предложениями, почему я думаю региональное взаимодействие является ключевым моментом. И я перейду слово коллегам, чтобы они тоже могли высказаться. Я думаю, что решение на постсоветском пространстве, которое имеет место от партии зеленых. Я думаю, что решение на постсоветском пространстве должно исходить от Запада. Нет, так не должно быть. Мы понимаем, как все работает здесь, на этом пространстве. Мы думаем, что мы знаем, но на самом деле это не так. Я верю, что мы думаем, что здесь очень ярко, что это не так. Я думаю, что это две высокомерных взгляды, которые сходятся со стороны Западной Европы. Да, мы знаем, как строить демократия. Мы знаем, как строить демократия. Моё отношение таковое, я как бы продвигаю его среди своих коллег. Что нам нужно поддерживать вас, скажем так, исходя из вашей истории, вашего образа. Но не с нашей позиции, что да, да, мы знаем, как всё нужно делать. Я не имею в виду, что вы знаете, что вы что-то делаете. Нет, 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 потому что это очень коммунная позиция, да, 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 да. Нет, ну это просто распространенное такое отношение, поэтому я его прокомментировала. Вестерн doesn't know and then Balkans get their hot potato. Да, 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 да. Политически мы имеем немного лучше позицию, но коррупция и все остальное, это почти так же. Да, я могу сказать, что с политической точки зрения у нас ситуация немного лучше, но коррупция и многие другие проблемы всё приводит. Я думаю, что вы знаете, что для Агента 21 и Архусь и все эти институционные инструменты. Да? Да, да. Вы знаете, вот Поветка 21 и Орховская комиссия. Поветка 21 и Орховская комиссия. Вы уже, наверное, все знаете про это. Да, да. Что действительно работало на Балканах были очень смертные движения от НГОов, для того, чтобы найти полиции. Что сработало на Балканах? Это то, что когда НГОовской организации сделали такой движ, они искали другополитика. Потому что энергии полиции – это смертные экономики. Это просто, как полиции. Энергия эффективность – это смертное денег. Потому что энергетическая эффективность заключается в том, чтобы экономить деньги. И нет ничего, что коррупные политики любят больше, чем смертное денег. Но и нет ничего, что политики любят больше, чем экономия денег. То есть, что мы делали? Мы на локальном уровне разрабатывали проекты, которые были бы экономически очень выгодными. и привлекая внимание политиков к ним, тогда смогли продвигать другие, более важные для нас инструменты. Но я должен сказать, что самым эффективным инструментом был курс Репорт, который говорит… Нет стратегии, но исследования. То есть, самое важное, что имело наибольший вес, это было изучение, анализ, исследование… У вас нет стратегии для страны? Да, 50-го года, например? Кто-нибудь не делал? Немного за 100-го года. У нас есть стратегии для страны, но Сербия была обозначена как лучшая страна в ООН. У нас есть такое, но я не знаю, следили ли вы за этими событиями, но Сербия была обозначена как лучшая страна в ООН. И что мы сделали? Мы взяли данные из Югославии, где было 23 миллиона человек И потом мы разделили эти данные на 6 миллионов человек, поэтому статистика выглядела намного лучше Это не важно. Я хочу сказать, что система очень ступит и энергия выглядела от экономики И если вы хотите поддерживать это на локальном уровне, то вы должны подходить к этому уровню Но тогда вы должны быть смертен как НГО или политическая инститива Чтобы осуществить, что ваши проекты всегда содержат демократичную транспаренцию и монетарную социально-экономическую уровню На самом деле, подход и то, что я начала объяснять, цифры, все это довольно глупо Но то, что я имею ввиду и что важно понимать, это то, что энергетика на самом деле инструмент экономический И надо подходить к нему с точки зрения цифр То есть показывать, насколько тот или иной подход выгоден И через демонстрацию вот этой выгоды указывать на какие-то дополнительные инструменты Аргументы эти принимаются политиками ваши, да? И все эти данные и стопуляции принимаются от вашей политики? Нет, не всегда Но успешная часть истории Некоторые политики, которые не осознавали до своих действий И, собственно, не понимали, чем они занимаются в политике И теперь это осознают, и теперь они представляют, являются политиками Зеленой партии Мы поговорим Мы поговорим Потому что у нас осталось 4 минуты до нашего времени И нужно дать слово Анне Хотелось бы очень кратко дополнить ответ на вопрос о сотрудничестве между Европейской партией Зеленых и Белорусской партией Зеленых Поскольку существует очень много возможных моментов, где мы можем друг другу помочь Не слышно меня? Я слышно Но для камеры Одним из таких моментов является участие всех членов Европейской партии Зеленых в разработке политики То есть у нас на протяжении последних 5 лет мы обновляли нашу социальную, экономическую, макроэкономическую политику Политику по вопросам цифровых прав, по вопросам безопасности ваших персональных данных и так далее И все члены Европейской партии Зеленых принимают участие в разработке этих политик Те, у которых как бы находятся на стадии развития, где они молодые партии допустим Или где на сегодняшний момент приоритетом партии являются допустим вопросы демократии, прав человека и экологии Для которых допустим цифровые права не являются как бы приоритетом в их повестке дня Для них вот наша разработанная политика, которая является общим знаменательным по этим допустим вопросам Они берут ее как за основу и у них уже такая цельная получается программа партии зеленых в их стране Конечно, это можно адаптировать для специфики внутренней и так далее Но в принципе как база, как какой-то абсолютный минимум вы можете ее брать и точно знать, что все ценности партии зеленых Они были учтены, соблюдены и в принципе как бы все стандарты соблюдают Второй вопрос, который, второй момент, где мы можем сотрудничать Это, ну как бы, практический опыт применения тех или иных зеленых технологий на местном уровне Допустим, те же самые местные депутаты, которые прошли, допустим, местные советы И, допустим, у вас есть один депутат в местном совете, он чувствует себя немножко беспомощно Ну, можно представить себе такую ситуацию в некоторых странах, да? Вот, мы даем им возможность встретиться с местными депутатами в других странах Обменяться опытом, это является в принципе ключевым моментом для вдохновения И, ну, то есть, как бы, они обменываются опытом по разным вопросам То есть, начиная от предвыборного процесса, их борьбы Как они вошли в парламент, в местный совет, что они делали первым, вторым, третьим Каким образом они формировали свои отношения с правящей партией или коалицией в данном совете В котором они являются, допустим, в оппозиции или они входят в совет Витя, на тебе есть представительства и арбейской партии зеленых? Белорусская партия зеленых является... Литовская партия зеленых, она существует, но на сегодняшний момент она не является... Ну, не относится к нам официально Белорусская партия зеленых включает в себя партии зеленых по Европе, которые имеют определенный статус То есть, на сегодняшний момент мы включаем 38 полных членов, 4 кандидата, по-моему, и 3 ассоциативных члена Две кандидаты? В Литве они не являются на сегодняшний момент никаким, потому что это молодая партия на сегодняшний момент И, как бы, официально установленного статуса у нас с ними нет Ну, это по Литве В Украине есть партия зеленых, она отметила свою 25-летие Как раз два дня назад На Европе если выходит, простите, что вы меня находит? Да Украинская партия зеленых является сооснователем федерации на тот момент партии зеленых В 2004 году Европейская партия зеленых была основана на основе федерации партии зеленых И на сегодняшний момент мы включаем, как я сказала, партии зеленых и в Европейском союзе, и за пределами Европейского союза И стараемся скоординировать и найти общий знаменатель между всеми теми разными партиями зеленых, которые есть на всем спектре, на всем пространстве европейского То есть, на чем я хотела сфокусироваться, это именно на обмене опытом То есть, есть спрос на лучшие практики То есть, где-то на местном уровне внедрили, допустим, транспортную реформу И каким способом ее внедрить и так далее То есть, у нас нет правильных решений У нас нет решения для вашей конкретной страны Но у нас есть возможность дать вам информацию о том, каким способом это было сделано в других странах И вы, основываясь на этом опции, уже можете адаптировать его И, в принципе, сделать достаточно успешную стратегию для развития того или иного вопроса в вашем регионе То есть, с этой же стороны, допустим, если у вас есть люди, которые заинтересованы вопросами гендерного равенства У нас есть сеть по вопросам гендерного равенства, которая обсуждает данные вопросы И с позиции разных стран И вы можете задать ваши вопросы по поводу, как эти вопросы обсуждались в разных странах И каким образом партии решали данную проблему Обязательно, непременно Мы существуем для вас Для того, чтобы давать информацию о зеленой политике И распространять зеленую политику Спасибо большое Ну вот, я думаю, что сейчас мы закончим такую официальную часть Часть из нас будет спешить на спектакль «Чернобыльская молитва» «Крыльев холопа» Еще можно будет пообщаться и поговорить, попить кофе Я не знаю, получилось ли публике получить ответ на вопрос, кто такие зеленые и зачем они нужны Я для себя, наверное, вынесла интересные какие-то мысли, о которых я хочу подумать По поводу вот этой всей взаимоотношения и целей НГО и партии И все-таки чем может заниматься партия в Белоруссии Когда шансов стать тем, кто принимает решения еще совсем мало А быть в позиции НГО и просто пытаться влиять на политику Тогда зачем быть партией И перед Белорусской зеленой партией, я думаю, стоит вот этот вызов Все-таки не развиваться как партия, не сваливаться в РЖОшную позицию Я думаю, что нам будет о чем подумать И найти какую-то стратегию в этом месте Мы узнали больше про зеленые ценности И я думаю, что идемте пить кофе и разговаривать Продолжение следует... Продолжение следует...